Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Живу с мужчиной, у меня есть трое детей от первого брака, сейчас они живут со своим отцом. С мужчиной, в котором живу, мы собираемся пожениться и забрать детей себе. Я пока не работаю, было его предложение мне уволиться с работы. Сегодня мне сказалось, что я должна буду работать, а то тебе надо будет кормить детей, и что у моих детей есть отец, он должен их содержать. Меня покоробило, значит, жить они будут с нами, а содержать их должен мой бывший мужчина. Мне это не нравится, я хочу расстаться с ним. Провально я в этом. Я не думаю, что есть такой простой ответ на ваш вопрос, потому что на мой взгляд многое зависит от того, как вы идентифицируете вот это состояние, что вас покоробило, и как вы идентифицируете это состояние, что вам неприятно. Потому что довольно много оттенков этого состояния есть. И одно дело, если вас задело как-то вот то, что сказал ваш мужчина, и вы почувствовали, ну, какой-то вот, ну, какую-то обиду, да, может быть, какой-то вот, какой-то страх, вот вам неприятно было, да, вот, может быть, что-то такое было. Это один момент. И другой момент, если ничего такого нет, да, но при этом вы, вот, что называется, чувствуете, что у человека другие ценности, да, вот, вот, и эти ценности, ну, как-то вот не совпадают с ценностями вашими, и поэтому вы хотите с ним расстаться. Тут разные, разные просто моменты. Вот, так бы все в одну кучу я бы, наверное, не мешал. Это первое. Второе. Я думаю, что мужчине, который сталкивается с тем, что у его женщины есть дети от предыдущего, ну, от предыдущего брака, нелегко в смысле того, что они являются напоминанием о том, что у женщины до него были отношения. Какие-то мужчины с этим справляются, ну, достаточно легко, а какие-то мужчины нет. Я думаю, что очень большую роль играет тот факт, что мужчина не знает ваших детей. То есть он, ну, просто банально с ними не знаком. И у него нет эмоциональной привязки к ним, к вашим детям, я имею в виду. Содержать же троих детей на самом деле непросто. И содержать троих детей, которых ты не знаешь, тоже непросто. Поэтому, может быть, прежде чем говорить о том, что кто кого содержит, может быть, имело бы смысл сначала бы вашему мужчине как-то познакомиться с детьми, поговорить с ними, пообщаться с ними, провести время, чтобы вообще понять, а какие отношения там между ними будут. Потому что, ну, не все же сводится к содержанию детей, да? Вот. У родителей на самом деле тоже не все сводится именно к содержанию, вопреки ну, вопреки мнению кого-то. Понимаете? Вот. Поэтому, я думаю, что здесь так. С другой стороны, можно, конечно, сказать, что вот, если мужчина начал, как бы, отношения с, ну, с женщиной, вот, значит, он знает, что он, ну, он знает, что у нее есть дети, вот, и, соответственно, он должен их, детей, в смысле, принять. И против такой позиции, да, то есть, против такой позиции, на мой взгляд, возразиться особенно нечего. Действительно, имеет такое место быть, что если человек выбрал себе женщину, у которой есть дети, то он, наверное, должен быть готов к тому, что ему придется в них, в этих детей вкладываться. Вот. Потому что женщина-мать своих детей, да, не является какой-то вот, ну, не находится в вакууме. Салан все-таки находится со своими детьми. Другой вопрос, что возможно происходит процесс узнавания. То есть, мужчина вас узнает, вы его узнаете, и происходит процесс именно узнавания. Вот. А процесс этот не всегда легкий, процесс этот не всегда безоблачный. Вот. И вполне возможно, вполне возможно, что вы, ну, на самом деле переживаете разочарование. вот. Потому что все немножко не так, как вы хотели, все немножко не так, как вы рассчитывали, вот, все немножко не так, как вы думали, и, естественно, вам обидно. Вот. повод ли это делать такие вот, можно сказать, скоропастичные решения, да, импульсивные решения, потому что если вы хотели пожениться с человеком, вот, то, наверное, отношения у вас все-таки серьезные, и связывают вас какие-то, ну, наверное, серьезные вещи. Опять же. Вот. И стоит ли из его слов сразу расставаться? На мой взгляд, на мой взгляд, нужно поисследовать этот момент, нужно поговорить об этом. Возможно, имеет смысл обратиться к семейному психологу, да, вот, и значит, ну, как бы через семейного психолога разобраться в проблеме, если вот не получается это сделать самим, и потом уже решать, вот, потом уже решать, вот. На мой взгляд, ну, на мой взгляд, это так выглядит, вот, и соответственно, от этого можно и сходить. Дальше. А, вы пишите о том, что, значит, вы говорите, что, вот, ведь они будут с нами, а содержать их должен мой бывший муж и я. Смотрите, не очень здесь понятно, как вы со своим мужчиной приходите к тому, что дети будут с вами жить. Вот. Не очень понятно, как ваш мужчина выражает свое согласие на то, чтобы дети жили вам. Вот. То есть, он согласен, он этого хочет, или он это делает как-то, вот, ну, там, не знаю, скрипя в сердце, да, и так далее. То есть, вот, это тоже не ясно. Не ясно, этот момент. А, я не думаю, что, как сказали мои коллеги, я не думаю, что здесь есть сто процентов правый, ну, прав, или здесь есть сто процентов правый, неправый. Я думаю, что каждый прав по-своему. Вот. Я думаю, что правы вы. И я думаю, что в чем-то прав и ваш мужчина. Другой вопрос, что вы не понимаете аргументации его, и он, вероятно, не понимает вашей позиции. Вот, ваша проблема в том, что вы не понимаете позиции друг друга для того, чтобы выразить к этому свое, ну, свое какое-то отношение. Вот. Поэтому, на мой взгляд, имеет смысл сделать именно это. Именно это имеет смысл сделать. Разобраться с тем, где, чья позиция. И после этого уже выяснять свое отношение к этому. Вот. Понимаете, понимаете, какая штука. Вот, мне кажется, мне кажется, что это было бы, наверное, самым правильным решением, вот, которое, как мне, опять же, кажется, дало бы шанс вам на то, чтобы сохранить отношения, вот, и не прерывать их, грубо говоря, почему зря, да, вот, ну, просто, может быть, потому, что кто-то кого-то не понял. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Не рекомендую искать правых или виноватых. Эта позиция, как мне думается, ведет в никуда. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, эта позиция ведет в никуда абсолютно. И ведет она только к конфликту, там, к каким-то вот противоречиям, к каким-то обидам, непониманиям и прочим. Вот. Поэтому я не рекомендовал бы вам искать виноватых. А рекомендовал бы разобраться в своих чувствах и после этого уже думать, что делать дальше. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.